для меня как бы сами деньги сам заработок денег потерял какой-то смысл например вот мне предлагали банк ты можешь там прилететь на вертолете за тобой еще два вертолета охрана летит на твоих вертолетах или вставить сюда рекламу я не знаю там ставок на спорт я буду делать только то что делает меня счастливым я начал умнеть и понял что это полнейшая херня друзья приветствую всех в этом видео я вам расскажу что я осознал на свои года на свои 29 лет я очень сильно изменился очень сильно изменился и вот даже интересно будет мне посмотреть вот это видео через пять лет вот сейчас я вам расскажу о своем отношении к жизни на вот мой возраст знаете я стал более спокойным более уравновешенным и меня все меньше и меньше задевают какие-то там чужие оскорбления какие-то чужие нападки я вот вспоминаю цитату по моему фрейда да что величина личности человека определяется величиной проблемы которая способна вывести человека из себя и вот и начинаю по себе это замечать раньше ну я вообще был диким ну например в общежитии я там кидался на всех если мне там кто-то что-то скажет что а ну иди сюда ну и все вот в таком духе вот отвечал оскорблениями на оскорбление ну знаете можно сказать я уже говорил об этом это своего рода защитная реакция вот в таком возрасте это защитная реакция плюс ты живешь в такой среде да нужно показать какой-то характер какую-то силу что сейчас сейчас я смотрю не на сами оскорбления да а я смотрю на то что вызвало у человека эти оскорбления почему он так говорит и вот когда ты начинаешь это понимать когда ты начинаешь это осознавать ты уже не так обижаешься на человека и вообще не принимаешь вот все там его оскорбления или какие-то там нападки в твою сторону более мудро и начал ко всему этому относиться и в первую очередь я начинаю смотреть именно в корень смотрите ребята может меня сейчас не все поймут не все поймут потому что каждый человек вот находится ну вот на разном уровне да и вот если бы я например в свое время там пять лет назад посмотрел вот такого вот чувака и подумал блин о чем ты тут вообще задвигаешь да вот у меня какие-то свои проблемы я тебя не понимаю также и было у меня да когда я начинал понятное дело я хотел закрыть самые базовые потребности потребности в еде в одежде в жилье у меня этого не было и ты о таком вот не думаешь я думал вернее о таком там о смысле жизни о каких-то там великих вещах но на передний план выходили самые базовые вещи да там деньги жилье вот и сейчас я эти потребности закрыл и сейчас я совершенно о другом думаю я кстати снимал об этом видео два крутых видео я снял пирамида дилса а пирамиде дилса и а пирамиде маслоу посмотрите эти видосы очень крутые видосы ссылки я оставлю в описании и вот сейчас я совершенно на другом уровне смотрите я заметил себе три такие вот ступени первая ступень ты хочешь вначале кому-то что-то доказать ты хочешь всем доказать что ты чего-то можешь там доказать родителям доказать нам окружающим кому угодно что ты можешь чего-то добиться и вот в начале все с этого начинают я тоже с этого начал я начал как бы доказывать потом я начал умнеть и понял что это полнейшая херня доказывать кому-то что-то докажи сначала себе я очень часто это говорю это крутая ступень вот если вы сейчас находитесь на ступени докажи себе не нужно никому ничего доказывать докажи сначала себе это очень крутая ступень и вот я не знаю год назад был на этой ступени да докажи сначала себе никому ничего не доказывай ты никому ничего не должен докажи себе что ты там чего-то можешь и вот сейчас я перешагнул на новую ступень уже Третья ступень, это ты даже себе уже ничего не доказываешь. Нахрена кому-то что-то доказывать? Нахрена себе что-то доказывать? Если ты счастлив, ты никому ничего не будешь доказывать. Счастливые люди никому ничего не доказывают. И вот сейчас я на вот этой вот третьей ступени, я пришел вот к счастью, да, я искал смысл жизни. Смотрите, я вот искал, 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 ставил какие-то глобальные цели. И вот думаю, это мой смысл жизни, вот, я сюда стремлюсь. Потом размышлял, размышлял над этим и понимал, что, а что дальше, да, я себе говорил, а что дальше? Потом новую поставил цель, новый смысл жизни, как мне казалось, я там нашел. И потом такой опять, а что дальше? И вот я хотел как-то это все связать со своим образом жизни. Короче, в итоге, к чему я пришел? Я пришел, что смысл для меня вот сейчас, в моем возрасте, в счастье. И я буду делать только то, что делает меня счастливым. Если я что-то делаю, я сразу же говорю себе, так, вот я этим занимаюсь, это делает меня счастливым? Да, все, окей, я этим занимаюсь. Так, вот какое-то новое дело, это дело делает меня счастливым? Нет, это дело меня счастливым не делает, все, я не хочу этим заниматься. И я пришел к тому, что здесь нужна как бы гармония. Вот если у тебя есть какая-то цель, и ты ставишь эту цель, например, цель изменить мир, и ты идешь к этой цели, но вот другие аспекты в твоей жизни, они как-то не развиваются, они не подстраиваются под эту цель. И поэтому я поменял местами счастье и вот цель изменить мир. Я теперь счастье поставил на самую вершину, вот, смысл жизни в счастье. И вот если я меняю мир, и это делает меня счастливым, все, я иду к счастью. Если там люди делают меня счастливым, я иду к счастью. То есть, все начал подвязывать под счастье, да, вот, семья, это делает меня счастливым, все. То есть, я буду уделять время семье, понимаете, я буду там уделять время вам, потому что это все делает меня счастливым. Я буду заниматься там ютубом, я буду доносить там свою философию, я буду там помогать. Это делает меня счастливым. благотворительность это делает меня счастливым и вот эти все аспекты делают меня счастливым я это все подвязал под счастье под смысл жизни понимаете потому что если бы я поставил себе какую-то другую цель остальные бы аспекты они не было бы гармонии они бы не вписывались и я бы разрывался на куски не знаю или вы понимаете как я объясняю вот мне кажется что я не совсем доходчиво это все объясняю короче каждые бы куски были отдельно а так я все подвязал к счастью и вот такой сейчас вот у меня смысл жизни до смысл жизни в счастье и вот для меня как бы сами деньги сам заработок денег потерял какой-то смысл вот деньги ради денег это вообще самое бесполезное занятие теперь для меня конечно же в моем возрасте с моим состоянием конечно же сейчас деньги для меня вот потеряли смысл ну вот просто делать бизнес ради бизнеса какой вообще в этом смысле никакого смысла например вот занимаешься ты продажами вот делаешь ты продажи открываешь какие-то новые не знаю магазины вот открываешь новые точки ты зарабатываешь больше денег для чего чтобы открыть новые точки а зачем ты открываешь новые точки чтобы заработать больше денег и все и так по кругу и в этом нет никакого смысла деньги ради денег бизнес ради бизнеса ты ни к чему не приходишь это это скучно это не интересно просто колотить деньги круто когда ты делаешь что-то полезное и за это получаешь деньги да может быть небольшие я сейчас если бы захотел наверное смог столько сделать бизнесов каких-то всяких у меня столько предложений ребята мне столько людей пишут крутые проекты есть уже капитал люди уже собрали капитал хотят меня брать к себе в команду но это это деньги только я там не вижу никаких возможностей я себе говорю так это будет делать не счастливым нет это мне счастливым не делает все и не хочу этим заниматься например вот мне предлагали банк до открыть онлайн банк но в этом вообще система другая система там вроде бы есть даже моя философия но это не то это просто чтобы зарабатывать деньги блин что мне еще предлагали игру да вот игру создать на какой-то там платформе а крипту крипту мне еще предлагали запустить крипту вот там какие-то системы открыть какую-то линию и вот на это можно зарабатывать деньги да крутой продукт есть капитал там обмен между людьми что нет посредников до предлагали еще а игры типа типа казино но не казино что люди между собой понимаете нет никаких третьих лиц вот люди соревнуются только между собой вот такое вот казино то есть легальное до сделать это вывести это все на новый уровень там никакого развода то есть человек с человеком и если у тебя крутые навыки ты зарабатываешь да ну вот как-то так а компания берет себе там комиссию какую-то маленькую комиссию ну куча продуктов но я вот начинаю их анализировать это все ради денег ну да это можно стать очень богатым это все ради денег да можно потом это все подвязать к чему-то большому вот мне например нужны деньги чтобы там сделать что-то крутое и вот я на этом зарабатываю деньги чтобы потом эти деньги вложить наверное сейчас к этому пришли многие миллиардеры что делают сейчас миллиардеры им уже не интересен этот бизнес да вот они самые крутые там без осмаска на они самые крутые и они уже ну космос до покоряют они уже занимаются чем-то интересным да они что-то хотят другое сделать потому что вот заниматься ну без осыну одними продажами ну это ему вообще на хрен уже не интересно вообще не интересно он уже идет дальше илон маск уже идет дальше даже вот миллиардеры такие как на ю тубе который сейчас рыбаков черняк тот же маргулан почему они пошли в youtube до деньги ради денег это не интересно рыбаков не интересно заниматься одной кровлей да и вот зарабатывать просто колотить деньги ну расширяет он производство делает деньги расширяет производство делает деньги а что дальше они хотят нести какую-то социальную нагрузку и вот они выходят в youtube создают какие-то образовательные платформы выступает на форумах на семинарах черняк ездит по всем городам выступает потому что ему это интересно это реально кайфово ребята вы не можете их понять потому что вы не такого уровня не на их месте и я может быть до конца их не могу понять но сейчас их как бы понимаю потому что ну я сам как бы этим занимаюсь потому что в бизнесе в чистом виде ну вообще нет никакого кайфа для них даже маргулан сказал это самое бесполезное занятие просто заниматься бизнесом и черняк говорил да что вот 100 миллионов долларов да это потолок все для твоей жизни 100 миллионов долларов это потолок потом уже теряется смысл в деньгах там миллиард два три без разницы ты также будешь жить с одним миллиардом как с тридцаткой с 30 миллиардами ты будешь жить одинаково ничего не изменится и поэтому в этом уже теряется смысл и они хотят нести какую-то социальную нагрузку либо делать какие-то глобальные проекты там не знаю покорять марс и возможно я в такой позиции потому что я нахожусь в такой среде я нахожусь в мотивационной среде я делаю видео постоянно я читаю об этом постоянно я в этом варюсь я постоянно развиваясь 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 и вот почему я к такому пришел другие люди например к такому не придут потому что они в другой среде даже например какие-то миллиардеры миллионеры из девяностых они до делают можно сказать бизнес ради бизнеса но там у них все по-другому да они в другой среде и вот они что хотят деньгами доказать какую-то свою значимость какое-то свое влияние до их интерес в другом им тоже я не думаю что интересно просто там делать эти заводы делать деньги нет им интересно влиять чем больше у тебя заводов там денег капитала ты влиятельный ты можешь вот так вот сделать там и что-то порешать с тобой считаются ты можешь там прилететь на вертолете за тобой еще два вертолета охрана летит на твоих вертолетах вот это влияние вот они в такой среде и там это круто там с тобой считаются там ты влияешь они от этого кайфуют ребята они не кайфуют от того что они делают там кучу денег нет они кайфуют от того что они могут влиять вот они в такой среде и поэтому они для себя нашли вот такой вот смысл я в другой среде и поэтому нашел для себя такой смысл и для меня даже вот инвестиции как бы не были бы интересны я бы в этом не развивался если бы я не делился этим с людьми понимаете если бы я просто вот инвестировал и никому об этом не говорил, я бы вообще, наверное, в этом не развивался. Просто бы закинул деньги и там капает мне какой-то процент и хорошо. Но я хочу собрать огромный опыт, я хочу собрать знания, я хочу на своем опыте научиться и об этом рассказывать людям, потому что это самое лучшее знание. И вот я собираю багаж этого опыта, я начинаю инвестировать, я сам прохожу этот путь, я вникаю, я развиваюсь, вникаю в эти темы, развиваюсь в этих планах, изучаю для того, чтобы приобрести опыт и потом поделиться этим с людьми. Если бы я этим не делился, не рассказывал, я вообще, наверное, бы потерял интерес. Вот. Я этим занимаюсь, потому что в этом для меня счастье, потому что я потом поделюсь этим с людьми, я поделюсь этим с вами, получу какую-то обратную связь, кому-то помогу и я буду счастливым. И я таким образом буду менять мир, я буду менять жизни других людей. Опять же, смотрите, все я подвязал к счастью, да, семья, счастье, инвестиции тоже счастье, мотивация там, мои видеоролики, это тоже счастье, потому что я получаю обратную связь. И таким образом, да, у меня же была там цель изменить мир. Вот, я меняю мир, я уже меняю мир. Но если бы вот эта вот цель была в самом верху, да, там, изменить жизни людей, я говорил, другие бы сферы страдали, там, семья, например, бы страдала, да, я бы там занимался одним, в финансах у меня было бы плохо. А так, на первом месте счастье и вот каждую сферу я как бы подтягиваю к счастью. Вот. Раньше, как я мыслил, да, вот изменить образование, но изменить образование это слишком узко, слишком узко. А вот изменить жизнь, да, помочь человеку не только, блин, с образованием, потому что мне люди задают разные вопросы, там, о девушках меня там парни спрашивают, об отношениях, о семье, там, о наркотиках, вообще разные вопросы, понимаете? И я помогаю людям вот с разными вопросами. И почему я могу помочь? Потому что я, например, прошел какой-то вот этот вот путь, у меня есть опыт, и я говорю сразу человеку, я тебе все рассказываю на своем опыте. Как было у меня, как я переживал и как я с этим справился. То есть я не какой-то там, не знаю, мудрец, который знает ответы на все вопросы. Нет. Человек мне задает вопрос, я узнаю себя в этом вопросе, как я раньше проходил и что мне помогало с этой ситуацией справиться. И все, я человеку об этом рассказываю. И вот у меня есть вот этот вот опыт. И такой же опыт теперь у меня есть в инвестициях, да, в финансах, потому что я сам прохожу. Это самые ценные уроки. Самые ценные уроки – это твои ошибки, это как ты с этим справился, и потом ты можешь это все передать людям. Так вот, я смог помочь людям более глобально, но все равно ниша очень узкая, да, потому что вот я вещаю на ту аудиторию, которая хочет каких-то перемен, которая пришла ко мне и хочет изменить свою жизнь. Я не буду никому ничего довязывать. Вот, ты неправильно живешь, давай я изменю твою жизнь. Нет. Человек должен сам прийти, человек должен задуматься, да, и я ему в этом помогу, там, просто показывай путь, а человек сам должен этот путь пройти. И в этом для меня сейчас настоящий успех. Я об этом уже говорил, да, что настоящий успех для меня – это не деньги, он измеряется количеством людей, которым я помог, которые изменили жизнь благодаря мне. Ни деньгами, ни какими-то просмотрами. Да, хочется, конечно же, большие просмотры, но лучшее качество, чем количество. Моя ниша, мотивационная, да, образовательная, она не хайповая, она вообще не хайповая. На таком ролике не будет 20-30 миллионов просмотров. Такие проекты, ну, они не хайпят, хайпят негатив, какой-то трэш, какие-то скандалы, и они набирают кучу просмотров. Вы видите, какие сейчас новости, да? Почему так все построено? Ну, потому что негативные эмоции, они сильнее позитивных, они притягивают внимание, они вызывают у людей огромный интерес, вот этот вот весь негатив. И поэтому у нас такие новости. На этом вот все строится, чтобы зацепить внимание людей. И вот 80% людей в наших странах живут на негативе, все на негативе, вот. Ну и поэтому мы так живем. Но я обещаю вот для этих 20% этот путь, конечно же, не хайповый, но, опять же, лучше качество, чем количество. Вот. И я вношу какой-то вклад, да, вот в своей, можно сказать, узкой ниши, и это круто. Это делает меня счастливым, это круто. И вот я записываю это видео, и оно делает меня счастливым, потому что я получу от вас обратную связь. Я этим видео могу изменить жизнь человеку. Потом он мне напишет вот такое вот письмо с благодарностью, потом мне письма приходят в барбершоп, приезжают люди с других стран, чтобы пожать мне руку. Вот, блин, успех. Это лучше, чем встроить в это видео рекламу. В тысячу раз, в миллиард раз получу я за ту рекламу, окей, там, 10 тысяч долларов, да, или вставить сюда рекламу, я не знаю, там, ставок на спорт. Вот мне предлагали контракт, там, от 50 тысяч долларов. Полная дичь. Это все полнейшая дичь. Во-первых, ты подорвешь доверие у своей аудитории, кучу негатива. Это-то вообще не стоит, не стоит. Вот эти вот деньги, деньги ради денег, это полная херня. А вот если ты получаешь обратную связь, если ты собираешь вокруг себя вот таких вот крутых людей, я уже говорил, да, что я всегда мечтал собирать вот крутую аудиторию вокруг себя, крутых людей, вот, чтобы мы были как бы вместе, да, и друг друга подпитывали, друг другу помогали, друг друга заряжали. Вот в этом такая сила. И это делает тебя счастливым. На этом все, друзья. Вот такое вот мое мышление, вот такая вот моя философия, вот такая вот моя жизненная позиция на мои 29 лет. Может быть, через 5 лет у меня будет другая позиция. И это круто, да, когда ты растешь, когда ты мудреешь, а не когда ты стоишь на одном уровне, когда ты меняешься, потому что люди говорят, вот, ты раньше об одном говорил, сейчас совсем другое говоришь. Так человек растет. Это круто, когда ты можешь заметить это в человеке, что вот теперь он уже других взглядов, теперь он по-другому себя ведет. Это круто. Короче, ребята, я всем желаю, как всегда, любви, благополучия, всем желаю роста. Ребята, растите, развивайтесь, улучшайте этот мир, несите пользу. Каждый может присоединиться к моей философии и сделать что-то хорошее, сделать что-то полезное, сделать какое-то добро. Каждый может из вас менять мир. Так что давайте менять мир вместе. Огромное спасибо всем за просмотр. Если понравилось видео, поставьте ему лайк. Всех люблю, целую, обнимаю. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok